Привет зрители, надо было чуть пораньше записать, но я вот в итоге камеру взяла только сейчас. Здесь у нас козий творог. Он в той мисочке был заморожен. Уже я не знаю сколько, может месяц лишним как назад. Потом одно яйцо куриное, сейчас скажу какое размером. Я сначала подумала, что может быть одного яйца мало было, когда я все перемешала. Но оставила одно яйцо. Потом сметана, по-моему домик деревни, но я не очень уверена сколько я положила, потому что я как-то на глаз ложила. Так же как творога у меня было на глаз. И чашка почти полная, вот это вот овсяной муки, в которой как раз вот я делала вот это печенье, которое вот сейчас только осталось. И чайная ложка, чуть с маленькой горкой сахара. В общем я сейчас, оно тут минут 30 постоит, напитывается. Я поставлю в духовку. Вот у меня творожная запеканка. В общем я убирала ее на 30 минут, на 190 градусов наверх плюс низ конвекция. И она у меня уже, вообще она у меня стояла где-то около часа. настаивала. И потом еще вот, не знаю даже, наверное, может минут 40 еще остывала. Потому что я там пыталась вслепую монтировать заказ салона еще 12 марта который. Сейчас я это достану счастье. У меня уже вот так, наверное, на решеточке. Обычно я как бы миксером потом в такую консистенцию смалываю. Но я со сметаной вообще первый раз делала. Я по-моему, там обычно молоко как-то добавляется. Но тут козье творог, если я не говорила, говорю сейчас, но или снова сказала. Сметана была покупная. Маленькая вилочка. Вот она. Тепленькая. Вкусненькая. Сейчас я ее с чаем попью немножко. В общем, маленький такой ролик про творожную запеканку. Я ничего не планировала, в смысле, записывать, но вот что-то решила так. Всем спасибо, кто осилился и маленький ролик. Всем запеканок. В смысле, всем пока.